Что за клетки крови лейкоциты и какую функцию они выполняют? Почему происходит снижение количества лейкоцитов? Какие продукты способствуют их повышению? Смотрите видео до конца и узнаете, какие продукты стимулируют образование лейкоцитов. Перед началом видео не забудьте нажать на красную кнопочку, чтобы всегда быть в курсе того, о чем пойдет речь в очередном выпуске. Лейкоциты – белые кровяные клетки. Их называют именно белыми, хотя они прозрачные. Что за клетки крови лейкоциты и какую функцию они выполняют? Не так давно в экспресс-диагностике общего анализа крови делали тройку. Обязательно смотрели количество лейкоцитов, гемоглобин и СОЭ. Сейчас обязательно проводят развернутый анализ, в котором определяют не только количество лейкоцитов, но и лейкоцитарную формулу – все виды этих клеток крови. Лейкоциты синтезируются в костном мозге, лимфоузлах и селезенке. Количество лейкоцитов в норме у взрослого человека колеблется от 4000 до 9000 в миллилитре крови. Все лейкоциты подразделяются на гранулоциты, моноциты, лимфоциты. А гранулоциты, в свою очередь, на палочкоядерные нейтрофилы, сегментоядерные нейтрофилы, эозинофилы, базофилы. Независимо от того, какого вида лейкоцит, основная функция его – это защита. Но каждый вид лейкоцитов работает по-своему. Нейтрофилы нейтрализуют бактерии и грибки. Базофилы активизируют иммунитет. Эозинофилы борются с паразитами и аллергенами. Моноциты выводят собственные отмершие клетки и разрушают микроорганизмы. Лимфоциты стимулируют противовирусную защиту, разрушают поврежденные и мутировавшие клетки, образуют антитела. При различных патологических состояниях количество лейкоцитов может увеличиваться, тогда говорят о лейкоцитозе, что часто бывает при бактериальном воспалении. В других случаях количество лейкоцитов уменьшается, такое состояние называется лейкопенией. Почему происходит снижение количества лейкоцитов? Привести к развитию лейкопении могут различные состояния в зависимости от причины уменьшения количества лейкоцитов, определяется тактика введения таких больных. Причиной могут быть заболевания непосредственно органов кроветворения, лейкоз, наследственные, генетически определенные болезни, синдром Костмана, при котором происходит нарушение образования нейтрофилов, хронические, ВИЧ, туберкулез и острые инфекции, чаще вирусные этиологии, грипп, аутоиммунное состояние, системная красная волчанка, гиповитаминоз и авитаминоз, часто возникающие на фоне различных диет, воздействие некоторых лекарственных препаратов, нестероидные противовоспалительные средства, антибиотики, влияние химиотерапии и облучения, некоторые виды онкологии. При возникновении лейкопении, обусловленной алиментарными факторами, то есть недостаточным поступлением в организм минералов и витаминов, инфекционными агентами возможно проведение коррекции состояния употреблением некоторых продуктов. Какие продукты способствуют повышению лейкоцитов? Стимулируют кроветворение следующие продукты, сало, содержащее в большом количестве холестерин, который стимулирует кроветворение, а не откладывается на стенках сосудов. Малина, содержащая высокую концентрацию фолиевой кислоты и витаминов группы В, также способствуют кроветворению такие ягоды, как черника, голубика, черная смородина. Все виды орехов, но особенно грецкие и миндаль приводят к повышению всех видов лейкоцитов. Укроп, употребляемый в свежем виде, является источником минералов, идущих на построение лейкоцитов. Птица, особенно курица и гусь, поскольку содержат высокую концентрацию аминокислот и меди. Мясо, а именно целятина и нежирная свинина, в которых много железа, стимулирующего не только синтез гемоглобина, но и образование лейкоцитов. Морепродукты, водоросли, океаническая рыба содержит йод и полезные жирные кислоты, идущие на построение клеток, в том числе лейкоцитов. Фрукты, содержащие витамины группы В, аскорбиновую кислоту и железо, это гранаты и яблоки, груши и грейпфруты, виноград, особенно красный и сливы. Среди овощей способствуют повышению выработки лейкоцитов листовой салат, морковь, свекла, репа, ведь в них высокий уровень меди, калия и фолиевой кислоты. Такие молочные продукты, как творог и сыр, кефир, ряженка и простокваша при ежедневном их употреблении положительно скажутся на уровне лейкоцитов. А еще каши, особенно гречневая, содержащая железо и фолиевую кислоту, овсяная, в которой много витаминов группы В, перловая, имеющая в своем составе и витамины и фолиевую кислоту. Говоря о продуктах, вызывающих повышение уровней лейкоцитов, следует хотя бы вскользь упомянуть о тех, которые наоборот могут понижать их количество. И поэтому исключаемые из диет больных с лейкопенией. Вот что надо исключить. Печень всех видов животных, рыб и птицы, мясо утки и говядина, алкоголь, сладкая сдоба и другая выпечка, жирная соленая пища, полуфабрикаты, фастфуд. При выполнении рекомендаций по питанию возможно в короткие сроки увеличение количества лейкоцитов, а значит создание всех условий для защиты организма от разных инфекций.